В 2021 году в Самаре обновили 66 километров дорог. Автопарк ТТУ пополнили 22 новых троллейбуса «Адмирал». В Самаре благоустроили вертолетную площадку. В 2021 году мы строили, создавали новые проекты, ставили перед собой самые амбициозные цели. Как изменилась Самара за эти 12 месяцев? Давайте вместе подведем итоги уходящего года. В 2021 году произошли значительные изменения в сфере дорожного строительства. В первую очередь их почувствовали водители. План по ремонту и обновлению магистралей перевыполнили почти на треть. В Самаре обновили 66 километров дорог. Улицы приводили в порядок и методом больших карт, и комплексно. Ремонтировали не только дорожное полотно, но и тротуары, бордюры, придорожные плиты, благоустраивали газоны, наносили разметку. В этом году в Самаре провели первый этап комплексного ремонта проспекта Кирова, одной из основных магистралей, соединяющих заводское шоссе, Новосадовую и Московское шоссе. Обновили 64 участка автомобильных дорог, в том числе улицы Вольскую и Егорово, Ленинскую и Арцебушевскую, проспект Масленниково и улицу Луначарского, Пятую просеку и Ракитовское шоссе. В 2021 году в Самаре полностью заменили троллейбусы на одном из самых популярных и востребованных маршрутов, который курсирует от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Сейчас на линии работают 22 современных троллейбуса «Адмирал», адаптированных для маломобильных групп населения. Это первый в городе общественный транспорт с системой кондиционирования воздуха. Около половины вагонов городского метрополитена капитально отремонтировали, закупили новый подвижной состав. В Самаре обновили и автобусный парк. Сейчас на муниципальных маршрутах работают 10 МАЗов большой вместимости. В Самаре увеличили объем инвестирования в сферу переоборудования и ремонта теплотрасс. Это стало возможно благодаря переходу на досрочный предельный уровень тарифа по теплу на метод альтернативной котельной. Самара – один из первых городов-миллионников в стране, который взял эту модель тарифообразования в работу и начал активно ее использовать. В текущем году протяженность обновленных теплотрасс составила около 40 километров. В этом году работы по перекладке теплосетей шли на улицах Авроры и Печорской, Полевой и Молодогвардейской, Некрасовской и Садовой, Ленинской, Надачной, Пензенской, Калинина, Красных Коммунаров, Нововокзальной, Магистральной, Бобруйской, Береговой, на проспекте Кирова и Можайском переулке. В 2021 году в городе боролись за сохранение наших природных богатств. Администрация Самары продолжает заниматься реализацией важнейшего экологического проекта. В Самаре проводят реконструкцию сооружений очистки сточных вод, сооружений биологической очистки и сооружений доочистки. После завершения модернизации системы, Волгу будет защищать самый современный комплекс оборудования. Благодаря нацпроекту «Экология» в нашем городе оборудовали ультрафиолетовую станцию обеззараживания. Уже в ближайшее время это позволит нам отказаться от хлорирования воды и от сброса хлоросодержащих стоков в Волгу. В 2021 году в Самаре заботились о будущем подрастающего поколения. Особое внимание уделяли ремонту и школ и детских садов. Сейчас в городе продолжают возводить второй корпус школы и детский сад на пятой просеке – детские сады на Подшипниковой и Ташкентской. В 19 образовательных учреждениях провели ремонт пищеблоков, еще в пяти капитально отремонтировали крыши. В 2021 году в городе с особым трепетом заботились о сохранении объектов культуры. В Самаре модернизировали детскую библиотеку на Ленинградской. Полным ходом идет обновление библиотеки имени Крупской на улице Маяковского. В модельных библиотеках нового поколения уже появилось современное оборудование – электронные книги, компьютеры, а также мягкие зоны для чтения. В Самаре проводят ремонтно-реставрационные работы здания Дворца культуры на площади имени Кирова. Специалисты создают проекты по реконструкции бывшего кинотеатра «Юность» и ДК «Искра». В 2021 году Самара еще больше раскрыла свой туристический потенциал. Город достиг значительных успехов в сфере благоустройства общественных пространств. В этом есть большая заслуга жителей города, ведь именно они активно участвуют во всех процессах обновления бульваров, скверов и парков. Решения принимают вместе с самарцами. В этом году в городе благоустроили вертолетную площадку, которая заняла первое место в четырех номинациях на федеральном конкурсе по ландшафтной архитектуре. Рядом с фабрикой кухни, в которой создают филиал Третьяковской галереи, преобразили сквер памяти борцам революции. Рядом с ним появился сад баланса, его наполнили самарскими смыслами. В 2021 году в Самаре прошли красочные и крупномасштабные фестивали. Ночь музеев, Волга-фест, Волга-театральная, Самара-граунд, фестиваль на сопках Маньчжурии. Эти культурные события уже давно полюбились жителям мегаполиса и стали визитной карточкой одного из самых красивых городов на Волге. В декабре 21 года на Аллее трудовой славы открыли стелу трудовой доблести. Мемориал стал олицетворением великого подвига жителей Толового Куйбышева, неразрывно связав историю города с его настоящим.